18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». По эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Все идет по плану. Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко проверил ход строительных работ на тренировочных базах Чемпионату мира по футболу. Анапа – самое яркое солнце России. Какие сюрпризы приготовили в этом году организаторы юбилейной международной туристской выставки «Эксклюзивное интервью»? 100 дней у руля. 26 октября пост главы Анапы занял Юрий Поляков. Что изменилось в городе – наш опрос. Решать вопросы сообща договорились на встрече главы города с представителями Центра армянской национальной культуры имени Испирьяна. По словам Юрия Полякова, необходимо активно продвигать город-курорт на уровне страны. Однако успех полностью зависит от того, будет ли наведен порядок в торговле, строительстве. Тем более, что конкуренция в сфере внутреннего туризма дальше будет только расти. Ввиду того, что Центр армянской культуры и общественная организация крупные, и много наших соотечественников уже проживает на территории города-курорта и в третьем и четвертом поле коленей, это неравнодушные люди нашему городу. Хотелось бы сегодня провести эту встречу в дружеской обстановке, послушать требования, прежде всего, Юрия Федоровича, задать, наверное, какие-то вопросы с позволениями. Требований нет. Ну, пожелания, пожелания, задать какие-то вопросы, свои мнения высказать. Очень хорошо, что все граждане принимают активное участие как в спорте, так и в экономике. Очень хорошо, что мы благодаря вам сохраняем армянские традиции, те, которые у нас есть. Мы все склонны к тому, чтобы это все было дружно, вместе, солидарно. В этом году предстоят выборы главы государства. 75-летие освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. В России пройдет мировое первенство по футболу, а в городе-курорте идет строительство двух тренировочных баз. У Анапы появился бренд, и его нужно активно продвигать, однако товар должен соответствовать рекламе. В частности, время киосков по продаже путевок прошло. Необходимы новые формы. Несанкционированная торговля, удар по имиджу. При существующих требованиях на пляже не может быть. Баров шашлычных, только безалкогольные напитки, мороженое и такая продукция, как печенье или снеки в промышленной упаковке. И это не инициатива мэрии, а краевой закон. Пляж должен соответствовать каким-то мировым стандартам. Достаточно тех точек общественного питания, которые находятся в проходах и до того как. Отдельная тема – застройка. Когда одно место в детском саду, школе или на пляже, говоря условно, продаются уже по третьему кругу, тему удалось сдвинуть с мертвой точки. Горгипия сейчас обещает, говорим об этом, начнет строить школу на 1550 мест и должны сдать ее к 1 сентября 2020 года. То есть под ключ. Сегодня садик, садик Леонтьев строит у нас в полуалексеевке, тогда в Алексеевке. Хотел сдавать его в августе 2018 года. Вызвал Леонтьева, поговорили, попросил его, говорю, слушай, ну давай побыстрее сделаем. Вот он должен в марте сдать. Ну он в марте сдает садик, он сдает школу. А чтобы ее наполнить, там еще, наверное, миллионов 15 надо денег на все эти парты, доски, там кроватки, кухонное оборудование, еще это отдельная тема. Ну ладно, будет садик, будем заниматься. У администрации получилось убедить часть застройщиков выделять помещения для полиции, врача общей практики и почты. В ближайшее время планируется ввести правила «одна квартира, одно парковочное место». Во всех этих вопросах глава рассчитывает на поддержку старейших и лидеров армянской диаспоры. Это должен быть город-курорт. Какую задачу ставит губернатор? Мы не можем допустить, что курортный город, стоящий на берегу моря, превратился в какой-то спальный район. Я не могу подвести губернатора, и губернатор поставил задачу, я ее буду все равно выполнять. Присутствующие согласны, что поставленные вопросы стоят достаточно остро. Встречное предложение раз и навсегда определить правила игры. Давайте этот совет депутатов пусть придумает, скажет, вот эти места нельзя трогать. А то люди покупают за большие деньги, покупают земельный участок, а потом после этого мы говорим, что нельзя там строить. Но он уже вложил деньги. Чтобы этого не было, он должен знать, что эти участки невозможно там строить. Ни торговые участки, ни другие и так далее. Если на организациях мы можем чем-то помочь администрации, было бы это правильно. Председатель муниципального совета Леонид Кочетов рассказал представителям бизнеса, что по его информации на федеральном уровне зреет проект создания в Крыму детского курорта. Вы знаете, это город, из которого будут делать всероссийскую детскую здравоцентр. Мы должны брать тем, что у нас лучше, что у нас сфера обслуживания, культура, что у нас красота, что у нас цветы. Уже в мае этого года заработает федеральная трасса в Крым. Если игнорировать данный вызов, то последствия для экономики города, а следовательно и для всех, кто занимается здесь бизнесом, могут оказаться непредсказуемыми. Глава города дал понять, что открыт для диалога, но движение не должно быть односторонним. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Совсем скоро, на следующей неделе, в нашем городе пройдет международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». Организаторы обещают, что эта юбилейная 25-я по счету ярмарка станет особенной, и Анапа предстанет на ней с обновленным имиджем. Известно, что уже разработан новый бренд-бук. Что в нем будет отражено и какие сюрпризы готовят организаторы, мы сейчас можем узнать из первых рук. На связи с нашей студией директор санаторно-курортного объединения, здравница города-курорта Анапа. Здравствуйте, Екатерина Анатольевна. Добрый вечер. 7-8-9 февраля 2018 года мы 25-й раз встречаем гостей нашей выставки. Это юбилейная выставка, и очень приятно, что она несет за собой очень много позитивных изменений в городе. Первое, что мы будем обязательно использовать в нашей выставке, это бренд-бук, который разработан серьезной компанией, и для того, чтобы его презентовать городу, в первый день работы выставки на круглом столе будет презентация этого бренд-бука. Но могу открыть маленькую тайну, приоткрыть завесу этого бренд-бука. Он включает в себя все разнообразие услуг, которые может представить курортная отрасль города-курорта Анапа. Мы в своей выставке сделали акцент на то, что некоторые элементы, естественно, по согласованию с теми, кто его разрабатывал, мы использовали в оформлении сцены, в оформлении некоторых стендов, в оформлении нашей полиграфии и в оформлении памятных наград. То есть вот это важно, потому что если вся Анапа будет нести в себе какой-то элемент узнаваемости, вы знаете, мне кажется, это будет не просто привлекательно, но любой отдыхающий, когда он наденет эту майку, эту кепку, приедет куда-то, это будет классно, потому что все будут знать, что да, это Анапа, это Анапа, это здорово. А чем планируете привлекать и удивлять гостей? Ценами, расширением спектра услуг? Что показывать будете? Цены в этом году, они не поднимаются. И многие здравницы идут на очень гибкие системы скидок. Очень интересные инфо-туры для туроператоров. Дело в том, что каждый год приезжают туроператоров, их приезжает порядка 300 компаний, больше, меньше, но в этом году мы ждем их очень много, потому что, еще раз повторюсь, что это 25-я выставка. Мы для них подготовили очень интересные информационные туры, которые включают в себя все объекты показа в одном туре. То есть это будет крупная здравница, это будет какой-то пансионат, это будет 5 звезд, все включено, это будет частная гостиница и детский лагерь. То есть они могут, представители турфирм, могут совершенно четко, их приезжает обычно по 2-3 человека, они могут совершенно четко в несколько инфо-туров записаться и обсмотреть те объекты, которые им дадут полное понятие о тех услугах, которые мы им можем предложить. Вот это вот очень интересная тема, ну и, как всегда, будет очень-очень наполненная деловая программа. Что касается встречи наших любимых гостей, я думаю, что город будет преображен, что город будет расцветать с каждой минутой к весне и к лету, и что мы получим совершенно потрясающий результат от того, что сегодня у нас совершенно замечательные люди стоят у руля, у власти. Вот поэтому, ну, честно говоря, мы все этого очень ждем, мы очень надеемся на это. И, зная работу Юрия Филовича и его команды, на сегодняшний день мы можем сказать, что человек, который сделал для города уже сегодня немало. И, зная просто предыдущую его работу, зная его отношение к курорту и поддержку курортной отрасли, ну, весь курортный потенциал, готов помогать, готов все, что угодно делать, поддержку того, чтобы город наш воссиял. И еще вопрос. В октябре прошлого года Юрий Поляков стал главой Анапы. Заметны ли изменения? Вот абсолютно обывательский взгляд. Идешь, гуляешь по морю. И сегодня мы можем идти, наслаждаться чистым песком, морем. Никаких тебе будок с разными названиями, никаких тебе проволок, никаких тебе заборов, никаких тебе сеток рабиц и никаких тебе бетонных конструкций. То есть сегодня первое богатство Анапы – это пляж. Оно сегодня, ну, получило свою первобытность. В хорошем смысле этого слова. Потому что для Анапы, зная целебную силу наших пляжей, да, это очень важно. И когда это все было нагромождено всем, чем угодно, и пляжей-то, в принципе, и ската уже и не было. Я считаю, что это колоссальная работа, которая проделана. Я догадываюсь, насколько это было сложно все. Но это сделано. Екатерина Анатольевна, спасибо за этот разговор. А мы продолжаем. Сегодня ровно 100 дней с момента вступления в должность мэра города Юрия Полякова. Срок небольшой, но уже достаточный, чтобы увидеть вектор развития муниципалитета, заданный новым городоначальником, и оценить первые результаты. Наши корреспонденты поинтересовались мнением общественников, какие изменения произошли в городе и какие надежды они возлагают на главу Анапы. Результат уже за 100 дней, уже, можно сказать, налицо. То есть, если по 12 микрорайону, помимо нашему округу, значит, сделан тротуар, плитка выложена, это район улицы Чехова и Красноармейской. Дальше, по просьбе жителей и мамочек с детьми, у нас здесь находится филиал детской поликлиники в 9-м доме, то есть там не было стоянки. То есть, мы этот вопрос рассмотрели, выезжала Анжелика Анатольевна, посмотрели, вопрос решили. И сейчас, в данный момент, у нас там хорошая, новая стоянка для жителей, как говорится, в вечернее время и в дневное время, когда кто-то в поликлинику сюда приезжает, есть, где можно поставить машину. Стоянка хорошая, прилично, где-то на 20 машин. Поэтому хотелось бы выразить большую благодарность главе от имени жителей. Будем сотрудничать, продолжать работать. И вообще, всей администрации спасибо, что все вопросы решаем мы. Мы профинансировали полностью работы, которые выполнялись при подготовке к новому учебному году. Все договорные обязательства по срокам оплаты были выполнены. Для меня, например, это достаточно редкий случай. У нас достаточно дорогостоящие работы были. Миллион был выделен на ограждение, миллион семьсот тысяч на безбарьерную среду, четыреста тысяч – ремонт кровли. Вот такие вот все эти работы были выполнены в срок. И в этот раз, впервые за многое время, мне не пришлось писать письма, прошу выделить, прошу профинансировать. Профинансировали и все. Договора были оплачены вовремя. Очень приятно то, что вычистили пляжи. Нет никаких ларечков, нет никаких забегаловочек там. Вот, все чисто. Надеемся, что там будут только лежаки, продажа мороженого и воды, как обещает Юрий Федорович. Ну, хотелось бы ему пожелать, конечно, хорошей полной работы. Команда у него хорошая. Дай Бог, чтобы они работали на благо нашего города. Хочется поблагодарить главу администрации о том, что поддерживает здравоохранение. В текущем году две квартиры для врачей было приобретено. Это, безусловно, сказывается на закреплении медицинских кадров. Спасибо. Строительство тренировочных баз в Анапе к Чемпионату мира по футболу 2018 идут по графику, а отдельные виды работ даже с опережением. Об этом заявил сегодня первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко во время визита в город-курорт. Здесь будет располагаться трибуна. На площадке в станице Анапска идет оборудование системы полива. Этот полипропиленовый танк – ее часть. В нем будет храниться вода, смешанная со специальным удобрением. Административный корпус уже заведен под крышу. Идет прокладка внутренних коммуникаций. Витязева работы идут несколько быстрее. Однако, по словам вице-губернатора, в график укладываются все. Здесь уже можно представить, каким будет зал для конференции. Уже полным ходом идет оборудование душевых. Специалисты говорят, что газон прижился и соответствует всем необходимым требованиям для полей такого уровня. Работа ведется в соответствии с календарным планом, графиком. Отставаний нет. Есть даже отдельное небольшое опережение по отдельным видам работы. Но напряжение сейчас, понятно, что само поле, оно у нас готово, все системы по полю готовы. Конечно, вопросы есть, но они рабочие, они решаются оперативно, в рабочем порядке. Качеством и сроками их решения я буду витали. А накануне с ходом строительства объектов познакомились депутат Государственной Думы Иван Демченко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и глава гордо-курорта Юрий Поляков. Февраль, получается, месяц? Да. Я думаю, что закончится. То есть здесь глобальная работа сделана. Это же все это, насаживали траву, дренажей. Я думал, искусственная покупка. Не, 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 это же это желание. Но поляна прекрасна. Так и полива система... Система полива, там вот, а дренажи все в поле вначале сделали, потом травку раскатали рулонами, вот она уже, ну, у нас месяц-полтора. Уже завтра она попримет участие в общероссийской акции в поддержку российских спортсменов, которые отправятся на 23-й зимние Олимпийские игры в Южную Корею. На театральной площади состоится митинг, в рамках которого пройдет концерт и спортивное состязание на интерактивных игровых площадках. Но самое главное, здесь будет возможность высказать слова поддержки нашим атлетам. Готовиться к Олимпиаде и стать олимпийским чемпионом – это очень большой труд, великий труд. И я думаю, что спортсмены, которые поедут на эту Олимпиаду, должны показать тот максимальный свой результат, к которому они стремились, о котором они мечтали. А мы, как болельщики и как тренеры, и как люди, которые относятся к спорту, естественно, поддерживаем их. Они должны побеждать при любом ситуации, потому что это мечта каждого спортсмена. Я сам просто по себе это все испытал. И в 2016 году нас не допустили на Олимпиаду. Если бы меня допустили хотя бы под нейтральным флагом, я бы поехал, потому что я всю жизнь к этому шел. И при любой ситуации я бы выступал на все 100%. Я также желаю нашим спортсменам, чтобы они показали себя на все 100, а может даже и выше. Нам необходимо сплотиться. Россия – это не просто сборная спортсменов под Олимпийским флагом. Россия – это каждый из нас. Это все мы. Вперед, Россия! Всех неравнодушных анапчан и гостей нашего города ждут завтра на Театральной площади. Начало акции в 9 часов утра. Специальную медаль к столетию вооруженных сил будут вручать в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Это общественная награда. Она не подразумевает преференции или льгот. Выпускать необходимое количество медалей будут на спонсорские средства. В Анапе наградят тех, кто отдал службе вооруженных силах 20 лет и более. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, символичен сам факт появления такой награды. Сегодня признают многие советские, так скажем, даты, которые есть. Важно признание этих дат. Если сначала было развалить все до основания, то сегодня говорят об этом, что ведь было где-то, может быть, и плохое в истории государства, но надо вот эти вехи нашей истории поднимать. Вот они будут подниматься во время и месячника, и подготовки мероприятий. Мы будем об этом говорить. В городе-курорте началась работа по освобождению газонов и клумб, незаконно мощенных плиткой. Поручение главы Анапы Юрия Полякова выполняет муниципальный контроль. Сегодня плитку демонтировали на участках улиц Ивана Голубца и Пушкина, на улице Ленина, 64А. Газоны и клумбы были скрыты облицовочным материалом и служили площадками для выносной торговли. Работа продолжится на всей земле общего пользования. Она проводится по решению межведомственной комиссии администрации города-курорта. Газоны и клумбы освобождаются для последующего озеленения. Глава Анапы Юрий Поляков подчеркивает, выносная торговля на тротуарах, газонах и клумбах – неприемлемое явление, как и организация парковочных мест у частных домовладений в ущерб озеленению Анапы. Кроме восстановления зеленого убранства, газоны и клумбы дают возможность уходить избыточной дождевой воде. По поручению главы города, муниципальный контроль производит освобождение озелененной территории от выполнения законного мощения плитки. Освобождаем клумбы, газоны для того, чтобы выполнить озеленение города. Продажи единых билетов на курорты Крыма, по которым можно будет добраться из Анапы и Краснодара, открылись 31 января. Уехать по единому билету в туристический сезон можно будет в семь городов Крыма – Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Перевозки пассажиров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта возобновятся 30 апреля, но билет можно купить за 90 дней до отправления поезда в железнодорожных кассах и на сайте РЖД. Купить единый билет можно одновременно с оформлением или предоставлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее, чем за 24 часа до отправления автобуса, сообщили в автономной некоммерческой организации Единая транспортная дирекция. Стоимость единого билета на автобусную и паромную составляющую поездки остается неизменной с 2015 года. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один наш партнер – компания «Рыбак Камчатки», продукцию которой можно будет приобрести на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России», которая пройдет в спортивном комплексе «Витязь» с 7 по 9 февраля. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она по регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Седьмого февраля в Анапе высадится рыбный десант. Рыболовы с Камчатки представляют изысканные деликатесы. Десятки видов копченой, на натуральной ольхе рыбы из Тихого и Северного Ледовитого океанов, полезная витамином до икра лосося, а также кальмары, осьминоги и высококачественные консервы. Специально для выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». С Камчатки доставят царицу лососевых, редкую деликатесную чавычу и знаменитую дальневосточную корюшку. Попробовать и приобрести все это можно будет в павильоне «Рыбак Камчатки» с 7 по 9 февраля в спортивном комплексе «Витязь» по адресу село Витязева, проспект Южный, 20. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.